Эти работы молодые художники привезли из творческих поездок. Под открытым небом они учились творить, стремясь овладеть мастерством живо и полно передавать особенности естественного освещения и окружающую их среду. На таких пленэрах студенты самостоятельно выбирают объекты изображения, оценивают их художественную и эстетическую значимость, выделяют наиболее интересные мотивы и сюжеты. Зрителю, конечно, будет интересно взглянуть, учитывая, что здесь очень приятные сюжеты. Это приморский край, это морские пейзажи, это то, что нам понятно, нам приятно, то, что нашему взгляду привычно, без чего мы не можем жить. Это яхты, море, леса и сопки. На холстах молодых мастеров во всем своем многообразии запечатлено Японское море. Изменчивость водной стихии особенно притягательна для художественных натур. Буйную природу приморского края молодые художники изображают ярко, дерзко, экспрессивно. Кроме приморья, студенты работали в Крыму и Бурятии. Александра – одна из тех, кому посчастливилось изображать Байкал. Ее работы были отмечены дипломами, так как выставка «Пленэр-2017» носила конкурсный характер. В этом году мы ездили на Байкал. Я привезла много работ в технике графика и много работ в живописи. Байкал очень напоминает море. Наше Владивостокское, Японское море. Очень могучие, сильные, большие волны. Очень понравилось. Вернусь туда-обратно. Я слышал то, что его все называют морем. Ну, я не мог понять, почему море, как бы озеро. Когда приехал туда, я увидел эти волны, как у нас в Японском море. И впечатления были просто непередаваемые. Своё личное восприятие пейзажа молодые художники передают игрой теней, света, цветовых переходов. Работы привлекают внимание лёгкостью и смелостью способа передачи самобытности, своеобразия и характера пейзажа, натюрморта. Оценить, насколько богата на новые художественные решения была пленарная поездка 2017 года, можно в галерии Арка до 13 апреля. Графика и живописные этюды молодых авторов всегда полны приятных сюрпризов. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.